вот пациентки здравствуйте уважаемый максим анатольевич очень рада возможности обратиться к вам о себе 1968 года рождения хронические заболевания онкология ниже общее состояние организма давление в целом нормально меняется от 110 на 80 до 140 на 90 в зависимости от различных обстоятельств но какого-либо диагноза не выставлено глюкоза крови 4,6 общий холестерин 5,2 в июне этого года я проходила обследование коты органов грудной клетки связи с заболеванием к вид 19 сегодня я почти выздоровела от пневмонии повторные коты по вопросу пневмонии беду большого облучения пока не хочу проходить у меня есть вопросы по другим возможным отклонениям моем организме по результатам коты глубокому сожалению где сейчас проживаю в республике киргизия полностью отсутствует высоко и просто квалифицирована медицинская помощь как платная так и бесплатная поскольку нет специалистов все уехали в другие страны а молодые не обучились как следует поэтому обращаюсь вам за помощью мои вопросы следующие первое январе-марте 2018 года я прошла лечение в российском онкологическом центре имени блохина москва по поводу рака шейки матки степени 1 в хирургическая и лучевую терапию сейчас нахожусь ремиссии прохожу регулярные осмотры включая ежегодную рентгенографию легких поскольку я прошла коты в этом году то хочется исключить дополнительную рентгенографию легких расскажите все ли нормально по данным коты в состоянии органов грудной клетки связи с наличием у меня онкологического заболевания второе протоколе мультиспиральной компьютерной томографии органов грудной клетки от 25 июня 2020 года неврологического центра кортекс городе бишкек киргизии прилагается далее по тексту протокол в абзаце указа втором указано аномалия развития костей и хрящевых структур формирующих каркас грудной клетки не отмечено между тем феврале 2019 года одним из врачей мне был выставлен диагноз остеохондроз шейного грудного отдела позвоночника спондилоартроз шейного отдела позвоночника кифоз грудного отдела позвоночника никакого лечения не получала имеют ли место быть данные заболевания третье в абзаце 6 протокола указано об участках фиброзных изменений как остаточные изменения после ранее перенесенных воспалительных процессов я ранее не болел никакими заболеваниями легких соответствует ли данные выводы протокола картине кт 4 в том же абзаце далее указано о мелкоочаговом образовании вероятно лимфатический узел ваше мнение относительно данного образования и насколько это опасно 5 меня очень беспокоили выводы относительно состояния аорты то есть холициноза я понимаю серьезность диагноза атеросклероз аорты в заключении протокола хочется увидеть ваше мнение по данному выводу а также о степени тяжести данного отклонения если возможно конечно пожалуйста не отсылайте меня за разъяснением другим врачам за полным отсутствием таковых расскажите мне как можно подробнее по моим вопросам с огромным уважением к вам и консультативное заключение по представленным к этой томограмм пациентки 1968 года рождения дата исследования 25 июня 2020 года область исследования органы грудной клетки при мультиспиральной компьютерной томографии используем реконструкции в сагитальной аксиальной и фронтальных плоскостях построением трехмерной реконструкции органов грудной клетки легкие расправлены пневматизации легочной ткани в обоих легких выявлены множественные участки снижения пневматизации легочной ткани по типу матового стекла диаметром до 20-30 миллиметров с формированием участков линейной консолидации легочной ткани на этом фоне справа в 6 выявлен мягкотканный очаг диаметром до 5 миллиметров слева в с 8 аналогичный очаг диаметром до 7 миллиметров фото проходимость трахеи главных и долевых сегментарных бронхов не нарушены средостение не смещено и не расширено новообразование в нем не визуализируется внутри грудные лимфатические узлы визуализируются паратрахеальным размером до 10 на 8 миллиметров в аорто пульмональном окне до 9 на 8 миллиметров дефекционные до 15 на 12 миллиметров жидкости плевральных полостях не выявлено постных травматических и деструктивных изменений не определяется умеренно выраженные дегенеративно-дистрофические изменения грудного отдела позвоночника формированы краевые остеофиты до 3 миллиметров сердце аорта без особенностей определяется единичная кальцинированная атеросклеротическая бляшка дуги аорты диаметром до 3 миллиметров диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы подмышечные лимфатические узлы не увеличены в заключение кот-картина двухсторонней полисегментарной вероятно вирусной пневмонии с вовлечением процесс не менее 7 процентов легких легкой степени тяжести кот-1 умеренно выраженные лимфоденопатии средостения кот-картина единичных очагов обоих легких умеренно выраженные дегенеративно-дистрофические изменения грудного отдела позвоночника рекомендован кот-контроль через три месяца ассистент кафедры кандидат медицинских наук кодов м а комментарий врача рентгенолога 1 справа и слева в легких у вас единичные очаги которые требуют кот-контроля через три месяца достоверно сказать что это лимфоузлы невозможно рентген делать вам совершенно бесполезно второе аномалий развития грудной клетки и кифозы грудного отдела позвоночника у вас нет дегенеративно-дистрофические изменения по возрасту есть третье есть участки линейной консолидации более достоверно можно будет отсоединить на конце контроля после разрешения пневмонии четвертое точно сказать что это лимфоузел невозможно над делать контроль через три месяца пятое на стенке аорта единичная бляшка до трех миллиметров не имеющие никакого значения в целом надо делать кот-контроль через три месяца посмотреть что с очагами в легких а а а и а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok